Апитал технических ног, доцент в кафедру управления проектами Хайковской национальной академии городского хозяйства. Здравствуйте. По настроению органитета и по настроению зала я поняла, что мой доклад будет успешным, если он будет кратким. Поэтому аспекты командообразования как таковые, я совершенно как бы кратко их рассмотрю. Понятно, что, наверное, многим из вас известно, что Генри Форд говорил, собраться вместе есть начало, сохраниться вместе есть прогресс, работать вместе есть успех. Что есть успешная работа команды? Хочу сказать, прежде всего, что я здесь представляю как психолог в Корее ВУЗ, и моя практика сводится к тому, что я преподаю психологию проектной деятельности и психологию управления для новой специальности, которая называется управление проектом. Эта специальность может быть немножко в конце, больше не подробно, может быть, кого-то из, здесь достаточно много молодых людей, все мы здесь реализуем проекты, я думаю, многие заинтересуют возможность получения высшего образования за один год государственного образца диплом в области руководителя управления проектами программ. Эффективность этого обучения подтверждается исследованиями, которые проводила, ну, сейчас видите, я в рамках своего дипломного проекта по психологии. И здесь гораздо выше мотивация. Обучение абсолютно проектное, то есть все студенты обучаются не в обычной лекционной аудитории, они обучаются в проектной лаборатории и работают над реальными проектами. В частности, вот в дипломных проектах, мы в прошлом году разрабатывала одна из моих дипломниц, проект «Сознательное материнство», где мы говорили о аспектах таких очень актуальных на сегодняшний день, когда матери, молодые особенно, или же, как бы, не, скажем так, неадаптированные в обществе люди отказываются от своих новорожденных детей. Эта проблема, на самом деле, очень острая, очень реальная, и вот в рамках дипломных проектов мы пытались ее решить, в Люботине есть центр, ну, может быть, если кому интересно, можно подробно потом об этом будет поговорить. Поэтому об аспектах командного образования я совсем кратко. Естественно, основополагающим деятельностью управления проектами является такое понятие, как проектная команда, и команда сегодня, или группа, это, в общем-то, такое понятие, в котором интерпретация столько же, сколько людей об этом говорят. Поэтому, ну, важным и основополагающим для этого все-таки является понятие групповой динамики, которое вел Курт Дривен, и всем известно, многие здесь работают в группах, в командах, всем известно, что такое групповая динамика, какие закономерности работают в группе. Здесь, как правило, если группа работает успешно, есть место синергетического эффекта, когда успешность деятельности отдельно взятых людей и вместе работающих команды, она не сравнима с гораздо большим. Эффективная команда. Прежде всего, на сегодняшний день и в маркетинге, и во многих аспектах деятельности говорят об индивидуальных, об эмоциональных отношениях. И поэтому, мое мнение, что эффективность работы команды, прежде всего, заключается в том, что есть удовлетворение личных потребностей каждого члена команды. Леонтьев говорил, что мотив — это функция воли. И только тогда деятельность будет настоящей неуффективной, когда каждый член команды не заинтересован, когда цель для всех общая и результат интересен всем и каждому. И в этом аспекте, ну, в теории иерархии потребностей по Маслову, я думаю, многим здесь известна, и она не останавливаться не буду, но здесь есть место, вот я в своих исследованиях проводила, есть такой тест, попарное сравнение предложений, когда определяется уровень удовлетворения потребностей. Проводила инстудента, проводила в организациях, где проводила деятельность. Так вот, что интересно, когда у человека спрашиваешь, какие же потребности, как вы думаете, на сегодняшний день для вас более актуальны, особенно молодых людей, если бы я сейчас задала этот вопрос. Очень многие говорят, что все-таки материальные, то есть что по Маслову физиологически, в современном языке это материальные потребности, но когда попарно сравниваю предложение, выясняется, что все-таки очень часто у молодых людей доминирует все-таки потребность самоактуализации. Она есть наиболее удовлетворенная, я думаю, что присутствующие здесь это абсолютно 100%. Поэтому в работе команды об этом тоже нужно задумываться. И, безусловно, что еще очень важно, это два основных вида мотивации. Либо это избегание неудач, либо это достижений. Все современные тренинги, безусловно, основаны в основном на мотивации достижений, на стимулировании мотивации достижений в команде. Основные подходы к формированию команды, но могут быть различные. Вот столица, в частности, выделяют телеполагающий, межличностный, ролевой и проблемно ориентированный. Стадии развития проектной команды, в принципе, стадии выделяют разные авторы, я очень кратко постараюсь, да, выделяют различные, есть и классификации. Но это, как правило, стадии противоречия, когда люди адаптируются, когда они как-то притираются друг к другу. Стадии борьбы и конфликта, иногда эта стадия еще ограничится стадией адаптации. Стадия стабилизации, нормализации, когда члены команды либо группы уже нормально могут работать. Далее продуктивная деятельность и расформирование. Необходимо отметить, что все эти стадии в той или иной мере обязательно существуют в работе любой группы. Но если в бизнесе вот эта стадия расформирования зачастую связана с исчерпанием самого проекта, то в работе с группой, в принципе, она может несколько другие. Она может приобретать характер того, что группа уже подустала друг от друга, уже нужно остаться, может быть, или переключиться на другие проекты. Ну, здесь я не знаю, да, я надеюсь, что у меня есть презентация, но уже нет. Хотелось бы просто показать, если можно, рисунки. Рисунки, которые, в общем-то, ну, я, в принципе, думаю, что многие в своей работе обращаются больше к проективным методикам. Почему? Потому что это, как правило, исключает социально одобряемые ответы. Но при условии, что, допустим, те, кто тестируются, или те, кто работают с вами, не знают, да, что нужно нарисовать на существующем животном и так далее. Рисунки команды, то есть вначале работа над каким-то проектом, задается какая-либо тема реального проекта, и обычно можно попросить членов команды нарисовать друг друга, нарисовать роли в ней. И это, как правило, либо вот подобные рисунки, которые вы сейчас видите, то есть положительно настроенные, как бы, да, члены команды, либо это могут быть уже на стадии борьбы такого плана рисунки, когда видно уже, что есть какая-то борьба за плать, за лидерство, и какие-то такие агрессивные более проявления. Ну, и на стадии уже продуктивной работы они более-таки имеют характер сплощений. Ну, наверное, по стадиям подробно я, конечно, уже не буду. Хотелось бы сказать, что руководитель проекта новое все-таки направление. Для многих из вас, я думаю, оно будет интересным. Готовят руководителей проекта по-разному, формальными, неформальными методами и так далее. Но в нашей академии вы можете получить образование, если вы хотите. Всего доброго!